разрешите поприветствовать вас на территории университета itmo а вот если можно свет как-то по-другому сделать чтобы не не падал на эту на презентацию так а я управляю да спасибо большое спасибо ну сказали о том что сегодня будет говорить о чем-то совершенно новом да но вот это как раз исключение я буду говорить как раз не о новом а старом причем даже очень старым на самом деле если попробовать открутить назад до историю наблюдательной астрономии тот почему народ смотрел на небо чуть позже об этом да то конечно считается что вот великое событие произошло на рубеже 17 века был изобретен первый телескоп галилей долго подбирал очковые линзы положительную отрицательную вот создал эти трубки которые сейчас хранятся во флоренции в музее истории науки это странички завозвездного вестника впервые увидели планеты дисками для для этого не просто были блуждающие звезды да пятна на солнце спутники луну рисовали так дальше на самом деле есть предположение что он был ну он зрительную трубу не придумал он просто первым на направил ее на небо зрительную трубу до него буквально там за пять лет создали голландцы вот это вот как раз про то как он пытался и венецианского дожа этим заинтересовать не заинтересовал в итоге но вот например несколько исследователей говорят о том что леонардо да винчи похоже создал телескоп у него действительно есть фразы в его стройной страничках сделай стекла чтобы увидеть луну большой и даже есть рисунки с линзами ну и самое известное это вот вот это то что с левой стороны изображено да и считается что это проект зеркального телескопа но в моем понимании это больше на гаубицу смахивает но тем не менее вот про зеркала он знал он зеркала рисовал и даже дело параболическое зеркало для зажигания но смотрел ли он и видела что-то на небе то вряд ли хотя многие вот ссылаются на его рисунок луны да и говорят что невооруженным взглядом под такое такое такие подробности на луне увидеть довольно трудно кстати говорят 2 2 казуса есть в одной книжке прямо был рисунок приведены сказали что это телескоп леонардо ну на самом деле можно было чуть-чуть поработать и увидеть что это все-таки рисунок ломоносова вот не знаю зачем придумали такую легенду а вот это это тоже некий казус это это изображение этот рисунок леонардо мы даже использовали раньше в одной из конференций по лазерной обработке материалов считаю что это лазер леонардо действительно похож вот но на самом деле это не лазер токарный станок вот но можно копнуть еще глубже и если у нас вот с правой стороны но это некий художественный образ да с жезлом якова это ну известный визирный наблюдательный инструмент астрономический но вот это изображение которое хранится сейчас в новом музее парфенона и кусочек разбитой вазы и смотрите там же явно телескоп античность есть какие-нибудь мысли по этому поводу ну вот я могу свое мнение сказать конечно значит да на самом деле линзы там тоже были сейчас вам покажу почему и положительные отрицательные вот смотрите вот это вот из коллекции из раскопок шлимана в отечности безусловно делали положительные линзы и даже известно что они бы имели там хорошее увеличение до пяти крат и делали отрицательные линзы видите уменьшающие то есть вообще говоря собрать телескоп могли вот но на самом деле конечно скорее всего это нити не оптик до изображен а изображен флейтист флейтист который проверяет качество своего музыкального инструмента не засорилась ли там дырочка а можно еще копнуть дальше ну это понятно да это клавдия птолемей это вот как раз та самая система хрустальных сфер которые собственно и были представлением о космосе у нас есть не сфера неподвижных звезд и хрустальные сферы они почему хрустальные прозрачные твердые да что планеты никуда не надевались могли крутиться и вот именно так представляли тысячелетиями этот космос причем ну и дальний космос имеется ввиду виде карты созвездий и ближний да вот и между прочим птолемей без всяких таких настоящих до инструментов линзовых или зеркальных очень точно тонкие вещи узнал а именно по путем мы модельного эксперимента на земле вот с стеклами и водой он промоделировал атмосферную рефракцию наверно знаете что при горизонтные звезды они видны не в тех позициях которых которых находиться находится на самом деле и это было ну это такой немножко утрированной рисунок снова речь идет о при горизонтных звездах не не зенит вот там довольно большая ошибка может накапливаться и это разбивало с толку многих поэтому вот эта модель она собственно была потом перенесена на границу преломления лучей между аэром и эфиром значит под лунный мир да это что под под сферой хрустальной сферы луны это аэр да выше эфир и вот на этом на этой границе лучше преломляются вот птолемей например их рассчитал но на самом деле можно копнуть еще дальше вот это известная история про камни ики может быть кто-то слышал может быть нет может потом в интернете посмотреть вот на этих камнях это вообще такие совсем видите доисторические изображения здесь прорезь здесь сделано прорезь что просто четче было видно на самом деле изображение там есть там есть люди и и и мамонты люди и звери и динозавры и и и и даже вот люди смотрящие на небо в телескопы и к это город в перу и вот когда я проезжал папа на американском шоссе из лимы куска я специально там остановился зашел этот музей с камнями и долго допытывался все таки хранители этих камней но они конечно раскололись что это безусловная фальсификация и даже сказали кто это сделал вот так что с этим то все на все все понятно и никаких такого рода инструментов не было а что же было и вот это собственно есть тема моего выступления основная значит абсолютно правильно небо космос интересует человечество самого зарождения и это в принципе понятно почему внизу у нас тут хаос беспорядок и и все время что-то меняется а наверху все гармонично все вечно все крутится по сферам и вот эта гармония это и и она позволяет ориентироваться в пространстве во времени и поэтому это было главное чем занимались ну так скажем мыслители древности да то есть это был архаичный хай-тек то что я буду рассказывать это как раз хай-тек того времени и этот хай-тек позволял им увидеть и узнать очень многое о космосе данном случае перед нами солярные символы собраны самых разных континентов из самых разных народов они у всех есть и солярные символы и и лунные и звездные так дальше календари безусловно основаны на изучении неба эти календари смотрите делают уже в пещерах или на бронзовых зеркалах или на мамонтовой кости и это все связано безусловно с многолетними наблюдениями за небом безусловно нужно было ориентироваться не только во времени но и в пространстве этому тоже помогали светило здесь вам на ну некое напоминание о том как у нас происходит видимое движение солнца на разных широтах да и вот как раз те самые точки равноденствия солнцестояния за которые больше всего и следили эти точки позволяли не просто найти север юг восток запад но и найти вот эти вот места остановки солнца вот этот второй второй такой крестик бабочка да вот диски из небра это известный доисторический артефакт германии найдены где отмечены как раз не север юг восток запад а как раз точки между солнцестояниями и эти точки как раз точки разворота солнца в при горизонтных положениях они задавали темп годового цикла и может быть тоже знаете что деление на четыре сезона это довольно позднее на 6 сезонов и это было вот как раз определено ходом солнца теперь как они за этим следили вот это одна из древнейших коллекций солнце солнечных храмов но их трудно назвать храмами да у них вот была там какая-то деревянная крыша но тем не менее вот эти ловушки солнечных лучей при горизонтные причем даже вот с апертурами до камни они позволяли найти положение на заходе или на восходе солнца до которая отмечалась движением этого луча по некой алтарной поверхности но действительно даже архитектурно это такие ловушки и вот это этим ловушкам намного старше египетских пирамид и и стоунхеджа ну это вот как бы такая классика до астро археологии это кромлихи не только стоунхеджа но и эйвбери ньюкриджа и так дальше и известный этот компьютер стоунхеджерский да он совершенно один один из многих сохранившихся ну может он лучше всех сохранится лучше всех изучен на самом деле такие кромлихи тоже по всему миру строили и они позволяли визировать эти направления во всех нужных позициях не только там в одном-двух а по всему радиусу здесь и вот сарба гизитуза румынская и аркаим и ахунова и и североамериканский кромлих то есть это делали все то есть вопрос не в том что там как они догадались до этого да или там пришельцы подсказали а вопрос в том что это было просто насущная необходимость без этого жизнь была невозможна поэтому конечно они этим занимались они изучали небо ну например с помощью вот таких пригоризонтных обсерваторий очень интересный очень интересной конструкцию придумали у нас в алтайских степях древние народы так называемые курганы с усами то есть ровная поверхность стол никаких дальних визиров нет гор нет холмов нет чего делать его делались такие каменные выкладки ну как правило центральный курган он все-таки с некими захоронениями а дальше на этих выкладках ставились маркеры которые позволяли вот в этой на этой плоской равнине тоже определять острозначимое направление и соответственно изучать движение светил это так называемые там уже мегалиты с замкнутыми апертурами но тут вообще вот дьяволу глаз курнуэльский вообще даже трудно избавиться от мысли что это такая вот прицельная система представляет еще в этом камушке еще дырку сделать значит трудились не не зря вот ну то что происходит например в летнее солнцестояние нью-грэнджи это вообще фантастика вы только подай поэтому дрома суб проходит лучи из и два раза в год заливает комнату системы как сказалось бы довольно простые да вот там два камня ближние визиры дальше какой-то дальний визир в виде там холма или какой-то какой-то возвышенности так вот надо сказать что это такие вот примитивные вещи позволяли определять направление с точки до угловых минут это я еще раз повторяет такой хай-тек даже не градусы угловые минуты вот примерные схемы как как действовали они могли то есть вот при горизонтное визирование вот на двух визирах там на на замкнутой апертуре вот это вот как раз курганы с усами или или кромлих или секторные в общем это все на самом деле довольно классифицированные вещи вот есть право безусловно нужно было сначала еще выровнять горизонтальную площадку для для этого визир не тоже умели делать гидроуровнем или просто отвесом и поэтому могли например определять там точное меридианное меридианное положение вот по движению там приполярных звезд например ну теперь про такие уже носимые как бы инструменты первые инструменты да вот перед вами изображение которые очень часто считаются просто некими религиозными символами и и и часто так до сих пор думают и вот это знание сакральное знание жрецов да оно просто терялось и вот то что мы привыкли называть поступательным прогрессом на самом деле мы понимаем что не поступательным ну во первых конечно спирально и во вторых некое знание теряется и вот вернуть вот этим инструментом их собственное значение довольно было трудно но тем не менее вполне возможно вот здесь коллекция таких вот и древних изображений либо жезлов с полукруглыми или с круглыми апертурами и они как правило тоже сопровождаются солярными символами или с понятками созвездий это это древние визирные системы здесь даже на этом шумерском к рисунке это прямо видно что диск солнце там более более четко это видно даже вот по прорезь им это современные рисунки но это современные рисунки с древних изображений в данном случае египетских да мы видим возведение шеста с у-образным наконить навершием да или вот здесь то же самое это кстати праздник осириса да вот праздник урожая он всегда означало плодотворение земли и вообще вот эти обелиски и гномоны египетские они всегда имели некую такую фаллическую фаллический смысл но тем не менее в качестве научного инструмента они определяли довольно интересно и точные вещи которые мы даже нам трудно представить ну мы про солнечные часы наверно все знаем да вот но тем не менее понимаем что можно определить по самой короткой тени север да или даже с помощью такой палочки б я определять время до 100 6 до минут но самое интересное что можно сделать и более сложные вещи я хотел обычно просто спрашиваю аудиторию но поскольку времени у меня мало спрашивать уже не могу просто рассказывать так вот помощью палочки воткнутой землю можно определить не только север юг восток запад и не только время можно определить широту места и даже наклон земной оси вот здесь эта схема как раз определена надо только довольно долго за этим следить для того чтобы сделать такие измерения но это вот как раз к символике я просто буду какие-то слайды пропускать лекция довольно большая вот каждый из них имеет свои визирные принадлежности там тот же стол посириса позволял вот наблюдая за заходом солнца отчитывать время по пересечении вот этих вот штук или или вот такой жезл в руках у божества он он даже внутри себя имеет диск солнца и определяется как визирный инструмент в результате что они достигали они могли фантастические вещи делать ну на на пирамидах с одной стороны используя их они же были покрыты блестящими пластинами поэтому были их тени и прошли прощения их вот цветы солнечные но и теневые рисунки вы видите какой геометрии они могли добиваться и более того известно что результате вот этих уже не просто многолетних многих сотен лет наблюдений они вычислили прицессию земной оси явление которое мы с вами мы потом назвали предварение равноденствий она была потом в следующие века связано с исчислением пасхи но на самом деле узнали об этом еще архаические цивилизации потому что вот смещение точек равноденствий за счет этой прецессии да ну понятно нас волчок земля одновременно кружится вокруг земной оси вокруг солнца в результате земная ось описывает медленно описывает конус прям там 22 тысячи лет ваку и это что у нас сейчас полярная звезда на самом деле раньше смотрела на совершенно другую звезду делался зодиак делался очень подробный календарь и не только там не месяцы но вот например были выделены так называемые звезды деканы это те звезды которые позволяли месяц уже разбивать то есть до зодиагальное созвездие одно но внутри зодиагального созвездия восход звезды с перед самым восходом солнца позволял делить это на более мелкие части зеккураты ориентировались очень точно по астономическим направлениям и жрецы которые стояли на этих ступеньках вот последовательно выкликивали момент когда появлялось солнце для каждого из них солнечные храмы которые не только были просто как нанизаны на солнечный луч да но позволяли даже устраивать вот эту фараоновую камеру виде камеры обскуры то есть на самом деле жрецы даже показывали фараону кино картинки перевернуты правда но тем не менее они вот там вот запирали и делали маленькой отверстие все что происходило в гипостильном зале залитым солнцем фараон там видел световое чудо бусин было это вообще вещь удивительная был прорыт вот такой канал в скале и вот эти четыре божества которые внутри находились они освещались только в летнее солнцестояние 3 4 не освещался пашин был бог тьмы птах так вот на самом деле когда при сооружении ассанской плотины пришлось этот храм передвигать на 18 метров примерно в высоту просто иначе бы его залила вода так вот при всех наших лазерных теодолит их и нивелирах мы промахнулись на три дня древние вычислили все правильно вот мы теперь собрать его снова так точно не смогли ну про образные визиры и алтаре я даже наверно сейчас рассказывать не буду вот два слова буквально про мезоамерику знаете какие вещи ну просто вы видите да кто какой еще может быть назначение этого здания как не 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 обсерватория обсерватория была и определялись очень интересные вещи ну и самое фантастическое для меня это то что вот в этом скрытом городе мачу-пикчу во-первых были прорыты наклонные каналы вот вот это вот лепестково ирисовая диафрагма это дырочка до дальше наклонный ход и там камера в нее может было с другой стороны зайти и там наблюдали за звездами днем ну как вот сейчас говорят спустись в колодец и увидишь звезды днем вот они специально эти наклонные колодцы делали для таких наблюдений а вот эта штука которая называется странным словом интихуатана причем вот этот гномон он только на первый взгляд кажется прямоугольным но все углы такие вот разные вот и не потому что они не смогли сделать ровно да а только потому что им нужно было вытащить эти углы так чтобы ловить тени совершенно в нужное время от нужных светил и более того на безлунные ночи вот этим прозрачный воздух ант позволял им визировать тень от венеры венера это третий самый мощный источник света на небе вот как раз это единственное что то есть это вот тут то что смогли сделать только инки мачу-пикчу ну и последний мой слайд я как раз заканчиваю вот это знаменитая это уже уже другое время да но тем не менее мне как раз хотелось закончить выступление этим слайдом значит это знаменитая католическая роза который украшает почти все храмы европы она стоит на фронтоне она изготовлена из цветного витражного стекла это очень красивые узоры они никогда не повторяются вот но самое интересное что в основе идея да в метафизике света этого этого архитектурного сооружения лежит не что иное как теория большого взрыва и описал эту теорию впервые епископ линкольна гроз и тест 13 веке идея была такая значит божественный бесконечно яркий свет видит точки сотворил всю вселенную каким образом значит бесконечно яркий свет стал расширяться расширяясь он естественно там терял в интенсивности как мы сейчас сказали по закону обратных квадратов расстояний да и вот он расширялся расширялся наконец расширился до некого предела этот предел как раз сформировал сферу неподвижных звезд в этот момент это это было сотворено и потом свет отразившись пошел обратно на обратном пути он формировал постепенно хрустальные сферы планет дошел до до сферы луны сформировал ее и потом началось формирование подлунного мира жизни и всего что здесь на земле и вот этот процесс световой светового расширения потом служения виде как сотворение универсума он и запечатлен на этой розе по центру бог потом есть сфера архангелов ангелов светителей то есть то что тоже светится но как бы таким уже меньшим светом и вот это этот символ для меня он есть некий некое напоминание что если мы все-таки хотим а дальше все доклады будут посвящены всему новому что-то новое узнать то хорошо бы знать еще и историю спасибо